Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня пригласили вас на пресс-конференцию аудитора Сергея Анатольевича Гобцова, которая посвящена результатам проверки целевого и эффективного использования средств федерального бюджета в небюджетных средств и федеральной собственности в сфере культуры в 2009-2010 и текущем 2011 года. Работать будем следующим образом. Сначала Сергей Анатольевич кратко познакомит вас с результатами контрольного мероприятия, а потом тогда вы сможете задать вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое. Во-первых, хотелось бы отметить то, что наша проверка привлекла какое-то особое пристальное внимание, но я думаю, что это и характерно для тех проверок, где мы исследуем эффективность расходов средств федерального бюджета, выделяемых в большом объеме. Это было связано и с Большим театром, это связано сегодня и с строительством второй сцены Бариинского театра. Я хочу поблагодарить коллег наших присутствующих в зале и тех, кто обращался ко мне. Было много вопросов, поэтому я постараюсь в своем выступлении на те вопросы, которые уже прозвучали, дать ответ с тем, чтобы не повторяться. То, что будет интересно и то, что останется за кадром, я постараюсь пояснить это отдельно. По некоторым моментам, чтобы не возникало вопросов, я дам более детальную информацию, где мы выявляем большое количество нарушений, чтобы было понятно то, о чем мы говорим. Итак, собственно говоря, по проверке. Проверка у нас проводилась начиная с июля 2011 года и была завершена в марте 2012 года, поэтому и вынесена на коллегию именно в этот период. Объектами контрольного мероприятия являлись Федеральное государственное бюджетное учреждение, Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, это город Санкт-Петербург, закрытое акционерное общество, театрально-декорационные мастерские, открытое акционерное общество, генеральная строительная корпорация, ну и в связи с тем, что там были еще и другие, у нас направление проверки также являлся русский музей. Мы смотрели ситуацию по летнему саду и смотрели общество с ограниченной ответственностью профиль. Для того, чтобы было понятно, почему именно эти объекты, и в первую очередь Северо-Западная дирекция, Северо-Западная дирекция являлась подведомственным Министерством культуры России учреждением и выполняла функции заказчика в области строительства, реконструкции, ремонта, объектов культуры и реставрации памятников истории культуры на территории Санкт-Петербурга, в том числе и по Государственному академическому Мариинскому театру. Почему? Вот, а что касается такой организации, которая часто фигурирует в материалах, как генеральная строительная корпорация, эта организация являлась субподрядчиком. Теперь по существу проверки. Через Северо-Западную дирекцию за 9-11 годы в целом прошло ни много ни мало, а 11,5, я округляю цифру, миллиардов рублей. Куда выделялись деньги? Мы смотрели 9-11 годы. Деньги выделялись на строительство второй сцены Мариинского театра, я так буду сокращать его, 9-й год, цифру я округляю тоже, 2,3 миллиарда, 10-й год 3,7, почти 3,8, 3,77, если быть точным, 10-х миллиарда, 11-й год 2,5 миллиарда рублей. Ну вот, она нас интересует, я на ней буду останавливаться в большей степени. Плюс другие объекты. Значит, директорами дирекции являлись с февраля 6-го года по ноябрь 10-го года Гутовский, с 10-го ноября 10-го года по 29-го ноября 11-го года, то есть год Ермаков, и с 30-го ноября 11-го года по настоящее время Аганистян, чтобы у вас не возникало вопросов, к кому именно будут адресованы наши материалы. Итак, Мариинка. Строительство объектов ведется более 10 лет. Согласно действующим госконтрактам, завершение строительства планируется на первый квартал 2014 года. Стоимость проекта ориентировочно-ориентировочно, подчеркиваю, составит более 22,5 миллиардов рублей. На начало 2012 года затраты на объект составили более 16 миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда пошли на разработку проекта, я по проекту отдельно скажу, потому что были вопросы, поясню цифру, и более 600 миллионов рублей на освобождение строительной площадки. Я не случайно останавливаюсь на этих цифрах, потому что далее конкретизирую, почему они нас интересуют. Следует отметить, что первоначальная проектно-сметная документация, выполненная архитектурным бюро Доминика Перро, составляла 642 миллиона рублей. Она получила, как вы, наверное, знаете, отрицательное заключение глав госэкспертизы 11 декабря 2006 года. В частности, там указывалось, что проект не соответствует требованиям нормативных технических документов, конструктивные решения театра в целом проработаны недостаточно, и не позволяют оценить требуемую прочность, устойчивость, безопасную эксплуатацию объектов, технологические и противопожарные решения не разработаны, решения по инженерному оснащению здания выполнены не в полном объеме и с нарушениями нормативных требований. Проектно-сметная документация подлежит существенной переработке по замечанию. В связи с чем, дирекцией ИЗАО НПО «Геореконструкция» фундамент проект 22 февраля 2007 года был заключен новый государственный контракт на сумму 316 миллионов рублей на выполнение работ по разработке документаций для устранения замечаний глав госэкспертизы. Согласно полученному заключению глав госэкспертизы России 25 июля 2007 года по проекту строительства второй сцены Мариинского театра сметная стоимость была определена в базисном уровне цен 2001 года, эта цифра у нас будет фигурировать без НДС, в сумме 2 миллиарда 677, округлю цифру, миллионов рублей. В текущем уровне цен второго квартала 2006 года, потому что глав госэкспертизы давал заключение в 2007 году, эта цифра составляла без НТС 9 миллиардов 535 миллионов рублей. Далее возникал вопрос, субъективные факторы вмешивались или были какие-то объективные факторы? Наряду с субъективными факторами и нарушениями, о которых я буду говорить в дальнейшем, хочу отметить, ради справедливости, были и объективные факторы. В процессе работ по откопке котлована начало фиксироваться подвижки грунтов, в результате чего были начаты работы по мониторингу за окружающей застройкой, а также были начаты дополнительные проектные работы. Вот эта сложившаяся ситуация с подвижкой грунта и ситуацией с задержкой строительства стала поводом для совещания по вопросу дальнейшего строительства у председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 29 мая 2009 года были даны поручения Министерству культуры обеспечить в двухмесячный срок организацию проведения конкурса на разработку архитектурного решения фасадов и выполнение соответствующих проектных работ по второй сцене Мариинского театра, полный учет и использование выполненных объемов строительных работ, предусмотреть ответственность победителя конкурса за последующую разработку проектно-сметной документации и соответственно ее согласование с глав госэкспертизой. Также было указано, что строительство второй сцены Мариинского театра необходимо завершить в пределах сметной стоимости строительства по действующему утвержденному проекту. Опять был заключен контракт с ООО КБ высотных, то есть Бюро высотных и подземных сооружений 14 августа 2009 года на разработку архитектурно-строительных решений фасадов и выполнение соответствующих проектных работ. Стоимость проекта вот этого 300 миллионов рублей. Таким образом, если посмотреть вот динамику, мы видим, что произошло увеличение практически в два раза стоимости проектных и предпроектных работ. Далее глав госэкспертизы начинает выносить сначала отрицательные решения по доработке, потом все-таки соглашается, выносит положительные решения по проекту строительства и по сметной документации. Но, было одно но, если по поручению премьера в рамках сметной стоимости, той, которая была определена, необходимо было вложиться, а я напоминаю, она у нас составляла в ценах 2001 года 2 миллиарда 677 миллионов рублей, произошло увеличение стоимости на 40%, и это в ценах первого года составило 3 миллиарда 735 миллионов рублей. То есть поручение представителя правительства выполнено не было. Дальше дирекция стала расходовать средства по освобождению территории, и здесь ни много ни мало, порядка 500 миллионов рублей. А именно, 218 миллионов за снос школы, 111 за расселение жилого дома, 163 за выкуп нежилого здания. Кроме того, 72,5 миллиона было израсходовано на оплату расходов по сносу выкупенных зданий и строений. Но этим все не завершается. Далее идут ряд арбитражных судов. Почему они состоялись? Нужно задавать вопрос дирекции. И дирекцию наказывают еще на 138,6 миллиона рублей. В Министерство культуры специфически отнеслись к данному вопросу. Просто решили не оплачивать указанную сумму. В связи с этим, по решению арбитражных судов, счета дирекции блокируются до тех пор, пока не поступают указанные средства из Министерства культуры. В конечном итоге, в октябре 2011 года доводятся лимиты в размере 135,3 миллионов рублей, и счета разблокируются. Таким образом, эта ситуация привела к тому, что еще была задержка, и существенная задержка, как по вине дирекции, так и по связи с позицией Министерства культуры. Был вопрос мне, я подвожу чертова под этим, является ли окончательной вот эта сумма? Ну, мы спрогнозировать не можем всю ситуацию, но по нашим прикидкам, что эта сумма, скорее всего, окончательной быть не может. Почему? Да потому что, согласно заключению глав госэкспертизы от 23 декабря 2010 года, в доме 36-1 по улице Декабристов предполагается отселение жильцов трех квартир, что также связано будет с дополнительными затратами. Плюс проблемы возникнут с паркингом. Расчетное количество машиномед 642 вызывает сомнения и по территориальному расположению, и по количественному. Скорее всего, строительство нового паркинга потребует более дополнительных затрат. Ну, как говорится, поживем-увидим, но вот эти моменты, они являются для нас такими вопросительными. Далее, следующий момент. Оценка эффективности средств. Мы считаем, что она, мягко говоря, мягко говоря, подчеркиваю, малоэффективна. Почему? Первый момент, на который мы обращаем внимание. Дирекция осваивала в основном средства, выделяемые им, ей, вернее, в виде перечисления авансовых платежей подрядных организаций. Имела ли она на это право? Да, такое право было оговорено. Если контракты составляют более 600 миллионов рублей, было оговорено в положении, то 30% могло быть авансирования. Но при этом, как вы понимаете, авансирование должно будет сопровождаться объемом работ, которые эти авансы закрываются. Акты выполненных работ закрывают вот это все авансирование. Что мы видим? Мы видим следующую картину. На начало 2012 года размер перечисленных авансов составил более 3 миллиардов рублей. В том числе, неотработанный остаток аванса около полутора миллиардов рублей аванса перечисленного дирекцией еще в 2010 году. Итак, в 2012 году мы фиксируем порядка полутора миллиардов рублей, которые оборачиваются в коммерческих структурах. И вы сами понимаете, можно ли такую ситуацию оценить как эффективной. Деньги используются коммерческими структурами по своему усмотрению. Мало того, что по своему усмотрению, но возникают ситуации очень спорные по учету этих авансовых платежей. Я приведу один пример. ГСК заключила со своим дочерним предприятием ООО «Главстройкомплект» договор на поставку акустических панелей, по которому в декабре 2010 года было перечислено счет в ООО Банк Санкт-Петербург 397 миллионов рублей в качестве авансового платежа. Во второй половине 2011 года «Главстройкомплект» вернуло ООО «ГСК» авансовые платежи на сумму 65 миллионов рублей. По состоянию на ноябрь 2011 года поставка произведена по договору в 6,7 миллиона рублей. Где находится и каким образом используются оставшиеся 325 миллионов рублей непонятно. По данным Сбербанка России они числены как задолженность перед ООО «ГСК». По данным ООО «ГСК» укаженной задолженности не существует. Это пример по субподрядчику. Но не все субподрядчики так поступали. Субподрядчики вернули ООО «ГСК» более 430 миллионов рублей. Однако вопрос о возврате этих денежных средств дирекции не ставился. Дальше. «Дирекция не исполнена решение правительства Российской Федерации, принятое в целях контроля за средствами федерального бюджета, согласно которому все операции в рамках строительства второй сцены театра должны осуществляться на специальных счетах открытых в Сбербанке России. Не буду утомлять здесь вас конкретикой. Скажу, что соответствующее соглашение было заключено только по одному госконтракту. Из поля зрения выпали остальные госконтракты, а незначительные цифры приведу, и выполнили договорные отношения между ООО «ГСК» и субподрядчиками. То есть, все отношения продолжали реализоваться через банковские счета, открытые в коммерческих банках, что являлось прямым нарушением распоряжения правительства и являлось основанием для нецелевого использования средств. Почему я так говорю? По одному контракту приведу пример. По контракту 17 декабря 2007 года, заключенному дирекцией СОО «ГСК», отчетность была предоставлена в банк, банк затребовал, Сбербанк имеется в виду, затребовал уточнение о целевом использовании денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей, что, наконец, 4 квартала 2011 года составляло порядка 25% от суммы общего объема документов, направленных в банк для проведения платежей. Далее, спустя более двух лет Сбербанком были заключены соглашения с дирекцией по еще пяти контрактам, из которых по двум стали осуществляться платежи через отдельный банковский счет уже в третьем квартале 2011 года. Материалы проверки свидетельствуют о том, что дирекция ООО, ГСК и его субподрядные организации нарушали решения, принятые на уровне правительства Российской Федерации по данному вопросу. Кро... Ну, не буду, это уже мелочь. Тут целый шлейф нарушений идет по этому. То есть, все делали для того, чтобы уходить из-под системы государственного контроля. Мало того, выводили всяческие договора, которые не были напрямую госконтрактами. Вывели из-под контроля договора поставки, которые были довольно-таки значительными. Например, были выведены из-под этого контроля договора поставки с ООО «Главстройкомплект» на сумму 450 миллионов, ЗАО «РСК» на сумму 210 миллионов, строительное управление номер 124 на сумму 570 миллионов и так далее. Вот этот момент, на который я хотел бы обратить внимание. Следующий момент об эффективности использования средств. Театральное декорационное оборудование, необходимое для монтажа в театре, закуплено в 2008-2009 годах. На сегодняшний день оно находится на складах поставщика израсходно ни много, ни мало 2 миллиарда рублей. Кроме того, установлены факты, которые требуют прямого обращения в правоохранительные органы, мы соответствующее письмо подготовили в Генпрокуратуру. Что конкретно? Вот ряд моментов. В 9-10-х годах ГСК оплачивало работы, не применяя установленные госконтрактом понижающие коэффициенты. О чем идет речь? Когда подписывалось соглашение, и когда на основе конкурса ГСК выиграло этот конкурс по определению генерального подрядчика на строительство второй сцены перед дирекцией, то оно выиграло и в соглашении было записано о том, что должен использоваться конкурсный понижающий коэффициент равно 0,97 ну понятно почему оно выиграло была заявлена цена максимальная 9 миллиардов 300 миллионов рублей ГСК предложила более низкую цену 8 саму предложила 435 значит понижающий коэффициент возник который должен был распространяться на все контракты наш анализ контрактов привел к тому что не распространяло ГСК на понижающий коэффициент на ряд контрактов и за счет средств федерального бюджета в 9-11 годах было перечислено излишне 105,2 миллиона рублей чем был нанесен прямой ущерб федеральному бюджету но это не последний пример завышения я еще один пример хотел привести там еще были интересные примеры по бетону и арматуре где было прямое завышение цен закупались по одной цене а поставка шла совершенно по другой цене будет интересно я дальше приведу пример значит на что еще хотел бы обратить внимание это по завышению теперь следующий момент дирекции при расчетах с ООО Санкт-Петербургские электрические сети по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям применялись установленные комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и одновременно действующие тарифные ставки отличающиеся друг от друга в два раза причем все действовали ставки действовали в декабре ставка которая в два раза была больше она была применена раз после того как мы начали проверять и увидели ситуацию вернулись к исходной ставке в два раза ниже там целая запутная ситуация не хочу я на ней долго останутся будет интересно фактуру мы дадим с расчетом киловатт расчетом мощности расчетом цен стоимости контрактов и так далее итог в результате применения большей тарифной ставки по нашему мнению сумма переплаты дирекции составила по договорам более 188 миллионов рублей плюс еще были нарушения дирекции по большому меньшиковскому дворцу паркового ансамбля оренвала там небольшая сумма 6 миллионов рублей по заключенному между дирекцией и ооо билдинг госконтракту на сумму 39 миллионов рублей таким образом генеральную прокуратуру мы направляем обращение по факту выявленных нарушений на сумму 338 миллионов рублей ну вот собственно говоря собственно говоря все я подвожу итог итак основные выявленные нами нарушения если их кодифицировать попытаться это не выполнение постановлений правительства я уже сказал это понижающий коэффициент и отдельные банковские счета по сберсбанку и отсюда фактически бесконтрольная ситуация по расходу неправомерное авансирование что приводило к отвлечению бюджетных средств и неправомерному их использованию коммерческими организациями ну мне сложно сказать в каких целях но во всяком случае не в интересах заявленных целях по реконструкции и эффективному использованию средств федерального бюджета и было завышение объемов работ это применение понижающего коэффициента да и прямое завышение по итогам контрольного мероприятия коллегия приняла решение направить информационное письмо председателю правительства российской федерации письмо сбербанк управление федеральной налоговой службы там был вопрос по неправомерному начислению ндс я уже не хочу вдаваться чтобы вам голову не забивать пусть фнс разберется обращение в генеральную прокуратуру представление северо-западной дирекции по строительству реконструкции реставрации ну и соответствующим образом отчет государственной думы и совет федерации значит чтобы упредить еще один вопрос как же так вот пошли публикации и ни дирекция по северо-западу ни ГСК не соглашаются с теми выводами счетной палаты которые мы доложили на коллегии вот сейчас а значит акт находился у них и акт был подписан если мне память не изменяет в августе прошлого года Б замечаний на акт и разногласий по акту не поступило никаких Третий момент как поступает в этой ситуации любая организация видя что проверка длительная она продолжается и с тем чтобы как-то хотя бы себе облегчить участь что делают руководители они издают приказ по устранению выявленных нарушений и отправляют все документы для приобщения их в рамках проверки в счетную палату никаких документов на сегодняшний день в счетную палату не поступило я вам заявляю это авторитетно поэтому все что там пытаются объяснить в северо-западной дирекции ради бога пусть объясняют если они все устранили к этому времени мы представление направили и мы обязательно перепроверим всю фактуру которая сегодня звучит в прессе в рамках контроля за исполнением нашего представления вот что хотел вам бы сказать еще раз большое спасибо за ваше внимание к указанной проблематике я постарался на основные моменты которые считал необходимым и которые звучали уже в вопросах вам доложить ситуацию готов ответить на те вопросы которые может быть будут дополнительные спасибо Сергей Анатольевич за такое подробное выступление коллеги если у кого-то есть вопросы пожалуйста задавайте только представляйте пожалуйста российская газета вы хотели бы просто еще чтобы вы прокомментировали пятый пункт последний о том что акционерами ГСК основными доказательствами которые являются государственные органы была предпринята попытка размещения части установки общества насколько это типичная ситуация и что в конкретном случае сделается ваше предложение ведь вы понимаете дирекция является учреждением государством тут понятно ГСК является частной структурой и там на момент проверки было два учредителя у них вернее мы в рамках проверки увидели что сначала было у них два учредителя фамилии называть не буду потому что одна фамилия озвучная она будет посмотрите материал проверки двоим людям принадлежало на 30 июня по 50 процентов уставного капитала да они попытались 19 ноября 2009 года региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в северо-западном федеральном округе была произведена регистрация решения о дополнительном выпуске бумаг ООГСК номинальной стоимости 22 тысячи каждая в количестве 980 штук потенциально покупателями которых по закрытой подписке были определены значит Лимассолская Кипрская компания название мудреное зарегистрированная в городе Лимассол дальше британские Виргинские острова еще одна компания плюс что было характерно предусмотрена неденежная форма оплаты векселями большинство из которых было выдано ООО Сбербанк в Иркутске и Тамбове но потом вот это решение было отменено и к августу 2010 года в структуре акционеров произошли изменения 100% вставного капитала перешло к одному учредителям и эта организация осталась частной вот что я могу сказать насколько типично ну я думаю до последнего времени ситуация с Кипром и со всеми офшорами была типичная мы с этим сталкивались куда ни пойди везде как только выходишь на субподрядчиков и дальше стоят обязательно офшорные компании вернее учредители находятся на офшорах то сейчас я думаю эта ситуация будет наверное в ближайшее время нетипичной почему вы знаете соглашение по Кипру плюс прямые поручения руководства страны по фермам воднодневкам и фермам вот таким которые фактически являются и созданы для отмывания бюджетных денег спасибо еще пожалуйста вопросы коллеги я думаю достаточно я рассказал да утомил немножко душновато осмыслить поэтому еще раз подчеркиваю да большое спасибо за внимание я постарался на основные моменты вам ответить хочу сказать что после доработки материалы пойдут соответствующим образом в государственную думу и совет федерации с ними там можете ознакомиться да и на сайте они у нас будут тоже выучены более подробно в генпрокуратуру вас по решению коллеги в течение двух недель ну я думаю что на следующей неделе мы сейчас доработаем там чисто техническая доработка идет 338 миллионов 338 да это же вот компания она работала еще и по летнему саду да да вот кстати по летнему саду проверка была вы знаете но удивление по летнему саду вопрос ни по эффективности ни по целевому использованию не звучал там единственная проблема заключалась значит для того чтобы ввести летний сад необходимо было заплатить 120 миллионов за подключение к электрическим сетям вот с этим подключением в Санкт-Петербург это специфическая ситуация пусть генпрокуратура даст вот этому факту оценки тогда можно будет смотреть и другие было соответствующее обращение председателя счетной палаты Сергея Вадимовича Степашина на профильного руководителя в правительстве Российской Федерации Владислава Юрьевича Суркова в отделении 120 миллионов рублей на поручение Минкульту я ситуацию держу на контроле они попытались опять увеличить довести до 167 миллионов рублей но потом вроде бы опустились опять до 120 я имею ввиду эти электрические сети я думаю что деньги будут оплачены и сад будет введен вовремя что касается по Толстоногу мы только на стадии преступления к этой проверке не преступления а начало этой проверки она у нас пойдет когда? с апреля с апреля месяца пойдет там произошли сдвижки по объективным причинам как мы ее завершим мы доложим по всем другим объектам там нарушения есть но они не такие значительные как вот по по Мариинскому театру спасибо спасибо